Добрый день, меня зовут Нойков Александр. Я сейчас представлю доклад на тему повышения эффективности гибридного файзинга с помощью метода поиска перспективных условных переходов. Современная технология повседневно проникает в различные сферы человечества, и при этом они усложняются и также взаимодействуют между собой. И для уменьшения количества ошибок применяется концепция жизненного цикла безопасной разработки. Одним из этапов этой концепции является как раз таки динамический анализ. Одним из самых распространенных видов динамического анализа является файзинг с обратной связью по покрытию. Его основная идея заключается в генерации большого количества новых входных данных с помощью определенных мутаций, и также их последующий отбор в зависимости от прироста по покрытию. Следующим видом динамического анализа является динамическое симмонное выполнение, которое собирает информацию о логике и структуре программы. Его основная идея заключается в использовании такого понятия, как помеченные данные. Это данные, которые получены из внешних источников. Также они затем отслеживаются с помощью механизма симмонного выполнения. Во время работы программы генерация трассы, которая затем переводится в формульные ограничения. Далее в этих формульных ограничениях инвертируются условные переходы, генерация запроса для SMT-решателей. Если эти формульные ограничения решаемы, то генерятся новые входные данные. Но одним из достатков такого метода является его ресурсозатратность. Также стоит упомянуть о фазерах с использованием статического анализа. Например, Puff ISL использует статический анализ для сбора информации о ребрах. Далее во время анализа собираются трассы выполнения на определенных входных данных и выставляются веса в соответствии с нетронутыми ребрами и также с вызываемыми функциями вдоль этих ребер. Max ISL использует статический анализатор для получения информации о графе вызовов и также о графах потока управления. Далее в этом фазере вводится такая метрика как MAKE. Она отвечает за достижимость базовых блоков из данного базового блока. Далее весь динамический анализ будет направляться вдоль наибольшего пути по этой метрике MAKE. Также стоит упомянуть такой фазер как CASKEDLER. Он использует статический анализ также для получения графа потока управления. Также он его модифицирует в граф пограничных ребер. Далее во время анализа планировщик приоритизирует входные данные, у которых наибольший вес с учетом центральности CASA и также частоте выполнения вдоль ребер. Стоит также упомянуть, что в последнее время все большую популярность получает гибридный фазинг. Это комбинация фазинга с обратной связью по покрытию и динамического сильного выполнения. Таким образом, эта технология позволяет получить преимущество двух технологий фазинга, как его высокопроизводительность и также возможность инвертировать сложные для фазинга условные переходы с помощью динамического сильного выполнения. Описанные фазеры основную свою цель ставят на увеличение скорости до достижения максимального покрытия, то есть как бы выхода на плату. Но при этом они не ставят своей целью повышение максимального прироста покрытия при продолжительном фазинге. Далее на этом слайде представлена схема инструмента CRUSHER. ISP CRUSHER — это комплекс анализа ПО с использованием статического анализа и также динамического анализа. Гибридный фазинг в CRUSHER представлен в виде ISP-фазера и также различных инструментов динамического сильного выполнения, такие как SIMCC, SIDR и ANGER. Для увеличения покрытия при продолжительном фазинге предлагается использовать метод поиска перспективных условных переходов. его основная суть заключается также в использовании статического анализа, получении оттуда информации о графе вызовов и графах потока управления и добавлении своей собственной метрики, контекстно-чувствительной метрики для ребер. Далее рассмотрим стратегию анализа ПО на примере обычной программы. В данном случае программа представлена в виде графа с регионами, с областями большого кода и новым функционалом. Если бы мы использовали бы стратегии ранее описанных фазеров, например, для того, чтобы пройти в наибольшую сторону, то мы прошли бы всего лишь по пути 1.3.6 и приоритизировали только эти пути. Но для метрики поиска перспективных условных переходов мы также определяем, что у нас есть существенно большие пути как 1.2, 1.4.7 и 1.3.6. И в зависимости от их веса мы также их будем приоритизировать. Также опишем про условные переходы, как мы их разделяем, что является он для нас обычным или же перспективным. Слева это представлены картинки из дизассемблера ID.pro. Слева мы видим обычный условный переход для нас. То есть если мы проинвентируем вот этот условный переход и пройдем вот по этому пути, мы выполним небольшую часть кода, который в целом не задействует какой-то новый функционал программы и не дает существенного прироста покрытия. Здесь же мы заранее, когда уже получили информацию о контекстно-чувствительных весах этой функции, мы знаем, что она имеет очень большой вес, следовательно, она задействует большой и новый функционал в программе, который ранее был не исследован. Также далее посмотрим, какой будет прирост покрытия при выполнении через этот перспективный переход. Вот. Далее мы видим, что у нас выполняется вот этот базовый блок. Потом у нас вызывается функция saveimage, которая впоследствии также вызывает большое количество новых дочерних своих функций. Там мы можем наблюдать, что большое количество новых коллов. В целом здесь просто все не умещается. Там очень большой листинг получается по новому исследованному коду. Также рассмотрим, собственно, сам алгоритм поиска перспективных условных переходов. Его можно разделить на два этапа. Первый этап представлен на этом слайде. В зависимости от того, есть ли у нас исходный код, когда мы будем использовать собственный компилятор с подсчетом нашей метрики. Если же у нас есть только бинарный код, то мы используем инструмент статического анализа бинарного кода binSight. Сначала мы собираем как раз-таки информацию о графе вызовов и графах потока управления. Затем далее для нашего алгоритма необходимо обработать граф вызовов. Мы удаляем циклы и топологически сортируем функции. Топологически сортировка функций нам необходима для того, чтобы сначала мы считали веса функций, которые не зависят от других функций, а также подсчитывали веса функций, чьи дочерние функции уже имеют вес подсчитанный. Далее у нас происходит контекстно-чувствительный подсчет весов функций в графе вызовов. Внутри функции мы подсчитываем веса перспективных условных переходов в графе потока управления. Происходит подсчет всех весов условных переходов. Также дополнительно мы собираем информацию о смежных ребрах. Эта информация будет в дальнейшем использоваться на втором этапе. Также мы подсчитываем веса функций в целом и ее аннотацию для дальнейшего межпроцедурного анализа. Второй этап у нас как раз-таки состоит во время динамического анализа непосредственно. Здесь мы модифицируем компоненту планировщиков файзера. Мы собираем информацию о выполнении на входных данных и получаем трассу. Далее мы подсчитываем веса трассы с использованием контекстных весов, которые мы ранее уже получили. Также подсчитываются веса перспективных переходов вдоль трассы, то есть смежные, которые мы также получили на этапе ранее. После этого мы повышаем приоритет входных данных с высокими контекстными весами в планировщике. Затем, далее мы уже решили протестировать наш подход. Для начала мы взяли файзер-каскедлер и решили в его тестовой системе себя замерить с ними. Мы взяли каскедлер и туда переписали свой планировщик. К сожалению, каскедлер использует свою собственную тестовую систему, которая не автоматизирована, и приходилось вручную запускать и потом уже собирать результаты. Поэтому сейчас до конференции мы запустились на одном примере, в дальнейшем статье мы покажем другие результаты. Здесь синим цветом видно, что наш файзер из PIFL подписан. Это файзер-каскедлер с нашим планировщиком и также чистый файзер-каскедлер. На графике видно, что у нашего файзера больше прирост за время. Так же далее мы решили использовать более статистически достоверную тестовую систему FastBench. Для этого мы использовали как раз-таки файзер. Ну, наш файзер в IFL++ мы использовали свой планировщик. Так как мы хотим измерять чистый прирост и вклад от планировщиков, а не от других видов компиляторов или различных файзеров, мы взяли за основу как раз-таки IFL++, перенесли туда свой планировщик и использовали один компилятор. Далее были запущены на нескольких программах тестирования. Сверху видно наш файзер, а IFL++ с нашим планировщиком, это ISPIFL. Также мы увидим вторую версию нашего планировщика. Здесь мы проводили нормализацию контекстных весов и также дополнительно домнажали на различные коэффициенты, например, на нормирование среднее время выполнения на этом инпуте. Из результатов видно, что наш файзер показал лучшие результаты. Более подробно можно посмотреть на этой табличке и сами запуски. Также стоит отметить, что на примере LibXML файзер с планировщиком, с нормированием показал лучший результат. В целом мы также считаем этот подход перспективным и в дальнейшем будем его улучшать. Также после этого на схеме показан наш предложенный метод, который реализован в крушере. То есть часть у нас реализована уже в компиляторе, если у нас есть исходный код, и также если есть только бинарный код, уже реализована в бинсайде. Далее мы дореализуем часть, перепишем планировщик в наш файзер как раз-таки. Дополнительно для улучшения файзинга при продолжительном анализе предлагается использовать, запускать инструмент DNS костивного выполнения в двух режимах. В обычном режиме, как сейчас у нас есть, и в специальном режиме, который направлен только на инвертирование перспективных условных переходов. Таким образом мы пытаемся сразу получить наиболее интересные переходы. Выводы. То есть в проделанной работе были реализованы модули статического анализа перспективных условных переходов и подсчета контекстных весов для исходного кода в компиляторе и бинарного кода в инструменте Binsight. Также реализована стратегия планировщика для выбора последующих входных данных для файзинга с учетом контекстных весов в IFL++ и в Каскедлере. Также проведены замеры в тестовых системах. Предложенный метод показал лучшие результаты в тестовой системе FastBench. Вопросы и ответы. Поблагодарим. Такая у нас секция быстрых докладов. Так, вопросики. Насколько быстро работает эта оценка дуг условных переходов? То есть вы заранее просчитываете по графу вес для каждого перехода, а потом для пути это быстро оцениваете? Да, смотрите, то есть если у нас есть статический, точнее у нас есть уже исходный код, мы высчитываем эти веса во время компиляции. И в дальнейшем уже планировщик использует эти высоченные веса, ну контекстно-чувствительные. То есть в данном этапе у нас на моменте сбора исследуемой программы. А если же у нас есть только бинарный код, то у нас будет запускаться параллельно. Можно, конечно, если есть возможность, можно просто заранее его запустить, а также получить информацию о этих контекстных весах и в дальнейшем использовать в нашем планировщике. То есть это не во время файзинга, можно использовать это до заранее. Высчитайте эти веса. Понятно. А еще, наверное, во время динамического исполнения не для всех переходов можно разрешить условия и не все переходы, наверное, можно покрыть. Как-то это учитывается, что какие-то переходы сложнее, для них сложнее построить нужные входы, для которых их легче. И где-то там наверняка отбрасываются какие-то переходы, для которых невозможно, где вы там вместо символного поставили конкретное значение. Ну, к сожалению, да, у символика есть такая проблема в том, что мы находили достаточно перспективные условные переходы, но символик не всегда их может инвертировать. Ну, в таком случае нужно просто, ну, отключаем символик, перезапускаем на другие входных данных и пытаемся уже другие ребра по обыванию проинвертировать. Еще вопросы? Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Меня, возможно, я как-то не совсем до конца понял один момент, прошу вот уточнить. Вот, допустим, мы рассчитали веса, да, мы знаем конкретное ребро, вот оно нас интересует, конкретный переход. Не очень понятно, как это ассоциируется с подными данными. То есть файзер оперирует просто абстрактными какими-то данными, он не знает, приведут они к этому переходу или не приведут. И если у вас есть алгоритм, который позволяет от ребра перейти к данным однозначно, то кажется, что вы уже можете нагенерировать весь корпус, который даст стопроцентное покрытие минимальным количеством шагов файзера. И тут дело уже даже не про файзинг, а это какой-то автоматически написанный, что-то типа юниотестирование даже, это уже какой-то мегафайзинг. Вот, и просветите, пожалуйста, этот момент, как происходит переход от дуги к входным данным. Спасибо. Смотрите, вот у нас как раз-таки, я открыл специальный алгоритм поиска перспективного перехода на втором этапе. Здесь у нас происходит подсчет веса перспективных переходов вдоль трассы. Это означает, что мы уже высчитали трассу, знаем, что у нее большой вес. Следовательно, вдоль этой трассы у нас уже встречаются эти ребра с большими переходами. Сопоставить трассу с входными данными мы можем в файзере, потому что мы когда один раз запустили программу на входных данных, мы из нее получили трассу, высчитали веса у этой трассы. Если у нее большие веса, следовательно, она касалась уже ребер с большими весами. То есть мы уже знаем входные данные, которые проходят, касаются вот этих базовых блоков, из которых исходят вот эти перспективные ребра. Секундочку, у вас какие-то предыдущие были запуски, когда вы все ребра с данными простыривали? Просто сейчас у вас есть какое-то абстрактное ребро, и вы не знаете, какие данные до него дойдут. Как это узнать? Нет, так сейчас… Нет, смотрите, для начала нам нужно постепенно в данном случае, если мы знаем, что у нас где-то вот очень высокое ребро, то еще выше, которое ранее ребро встречалось, у нее будет еще больше вес. Мы про него тоже ничего не знаем. Какие данные приведут к этому ребру, мы тоже не знаем. И так вот по всей цепочке до корня программы. Мы не знаем, как выбирать ребра данными в этом проблеме. Смотрите, у нас получается, мы сейчас вот запустили изначально программу, первый раз происходит, программа, составляется трасса. Вдоль этой трассы у нас есть одни ребра, ну, вдоль которых мы прошли. Также мы знаем как бы смежные ребра с ними, перспективные. У этих перспективных ребер у них будут больше веса. И зная вот этот входной данный, который как бы касается вот этого блока, из которого исходит вот это перспективное ребро… Мы знаем данные, которые касаются ребра, вот в этот момент, да. Вот мы запускаем, вот мы получили данные, из этих данных мы получили трассу. Вдоль трассы, ну, трассу, представляете, трасса состоит как раз таки из ребер. Она описывает ход выполнения программы. Вот мы прошли, составили эту трассу. У этой трассы есть базовые блоки как раз таки. Из этих базовых блоков исходят перспективные ребра. Мы знаем, что мы коснулись этого базового блока, из которого исходит это перспективное ребро. Значит, когда мы будем запускаться на эти входных данных, их мутировать. Мы знаем, что мы ранее коснулись базовый блок, из которого исходит вот это перспективное ребро. Мы коснулись 10 разных ребер, из них одно перспективное. Какой байт данных мне надо поменять? Сейчас такие работы у нас есть. В дальнейшем, возможно, вам расскажу на других докладах. Это не моя часть. Я только констатирую, что сильно не хватает тех графов, которых видели вы двое в этом зале присутствующих, которых вы обсуждали. Видимо, в следующий раз, когда про фазин будете рассказывать, представьте, что все-таки никто не знает, что-то фазинг, кроме как пьяным пытаться попасть в ключевую квартиру. И вот расскажите про графы, про вот это все, и тогда мы можем насладимся вот этой прекрасной интерпретуральной дискуссией. Вот у нас есть девушка, которая принимает этот граф. Ура, девушка. У меня такой вопрос. То есть вы, когда приоритизируете вот эти ребра, ну или входные данные, мы как бы ориентируемся на то, что у вас, ну насколько приоритет, то есть насколько большое количество других ветвей этот путь открывает, правильно? А еще раз можете повторить? То есть вы выставляете приоритет ребру, ну или входным данным так, что вот эти данные у вас должны охватывать большое, ну большое поддерево, то есть граф исполнения, правильно? Да, да, да. Вот, а чем это отличается от классических как бы алгоритмов-планировщиков, когда там они просто приоритизируют какие-то входные данные, приоритизируют по принципу, когда они видят, что если эти входные данные сгенерировали большое дерево, то выставить ему больший приоритет и в следующий раз это выбрать? В том плане, что вот если мы будем вот так примерно идти, то мы будем проходить вот по пути 1.3.6. Здесь мы достигли большего количества ребер, потому что 1.3.6, например, самый большой путь. Здесь у этого пути ребер, она будет максимальной, да, но при этом нам как бы хотелось бы и другие достаточно большие пути анализировать. 3.5, то есть... В следующий раз он не возьмет уже ребро 1.3.6, то есть в моем понятии, я думаю так, что он берет снова ребро 1.3.6, чтобы попытаться получить ребро 1.3.5. Смотрите, он может, грубо говоря, взять вот этот input и пытаться здесь вот больше все-таки проинвертировать их, чем здесь, да. То есть как бы этот input может совпадать вот с 1.3.6 и 1.3.5. Из него тоже он может касаться вот этой части, которая как раз таки направляет 3.5, но при этом мы более целенаправленно его направляем и говорим, что здесь ты все-таки вот коснулся вот этого ребра, вот в этом состоянии своем, попробуй еще раз здесь запуститься и что-то промутируй. Может быть мы сюда пробьемся. И вот когда мы сюда пробьемся, у нас у этого input также увеличится его приоритет. Еще вопросы? Так вот, пожалуйста. Микрофон, если можно. Для какого транслятора вы это применили и получили хороший результат? Мы здесь использовали фазер IFL++ и как бы просто компилятор LVM-овский. Ну потому что в основном все, кто занимается фазиком, используют на основе этого компилятора. То есть используется свой IFL++ компилятор, который как раз таки основан на этом компиляторе. Если будет изменен вот этот блок анализа, для IFL++, будет этот блок анализа? А для чего сейчас блок анализа? Ну насколько я помню, это LVM, там все равно в общем что-то, да, вот скомпилируется. Все языки, которые через LVM. Да, 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 все, все языки поддерживаются, там пофиг, что в этом ты. Ну Ruby, не помню насчет того, чтобы Ruby компилировался в LVM, но там Java всякие, все это компилируется. И, по крайней мере, в этом обвинять глупо, это самый мейнстрим, где все фазеры фазят, едут через фазинг, через фазинг, вот это все. Очень большой. Если есть еще вопросы, давайте вот один завершающий можно. Ну тогда стоит, наверное, просто, а, вы, да. Ну давайте я вот, вот самый завершающий, там немножко перебрали время, такой организационный. То есть правильно ли я понял, вот я со стороны на это смотрю, я не знаком с приложением Crusher, да, про которое вы говорили, Crusher, я правильно понимаю, что в этом приложении можно менять различные фазеры, и вы, собственно, занимаетесь тем, что разрабатываете один из новых фазеров, который вы подставите в эту систему. Простыми словами, да? Не совсем так, то есть мы уже как бы в нашем фазере, у нас используют свой собственный из фазеров. Также Crusher позволяет нам добавлять другие фазера, например, тот же самый FL++ и так далее, то есть дополнительный, если хочет его запустить. Просто в целом в дальнейшем мы сейчас вот доделаем, просто перенесем планировщик, который уже мы ранее опробовали на других фазеров, в наш фазер, и будем его запускать там, например, по опции или по умолчанию. А в состав Crusher, вот, ну, если я правильно понимаю, это все-таки инструмент, который поставляется пользователям, да, то есть они могут им пользоваться, это такой коммерциализированный продукт. Вот в состав Crusher, там текущая версия, включается ли ваш фазер? Или это пока вот он на финальных стадиях доработки находится? Сейчас, ну, на финальных стадиях доработки мы как раз-таки проводим замеры, смотрим, какие там можно коэффициентики подправить, например, нормирование и так далее, и уже после опробованной мы можем уже перенести в наш фазер. Спасибо, поблагодарим докладчика еще раз.